Борьба между теми людьми, которые загрязняют Черезовские пруды, и теми, кто приходит сюда насладиться видами природы, продолжается не первый год. По всей видимости, противостояние будет продолжено до тех пор, пока кто-то всерьез в него не вмешается. Берега пруда Серая Шейка поросли камышом, среди которого на каждом шагу присутствует разнообразный мусор, канистры из-под машинного масла, большое количество полиэтиленовых пакетов, разнообразные коробки и ящики, пластиковые бутылки и ведра. Среди всей этой грязи плавают птицы. Большинство отходов можно заметить со стороны прилегающего к водоему магазина. Между тем, очевидцы говорят о том, что мусорят на водоеме сами рязанцы. Часто ими оказываются тем, кто любит проводить время на расположенной рядом теплотрассе. На трубах здесь много выпивающих, тусуется бомжей, поэтому многие собачники за собаками не убирают, поэтому мусора много. Пруд Серая Шейка расположен рядом с Черезовским прудом. Их разделяет автодорога. Ранее на водоемах уже проводилась уборка, однако она имела очень краткосрочный эффект. Сейчас жители микрорайона вновь хотят увидеть чистые водоемы, чтобы с удовольствием наблюдать за утками, которых они здесь подкармливают. Ну я считаю, мы сами посетители, кто кормит, тоже безобразничаем. Вот один раз чистили, там было хорошо, сейчас все заросло, и мусором он опять завалил. Регулярно очищать как-то, а можно на лодках подъезжать вот эти водоросли убирать, а больше как? Два-три года назад сделали, вроде все хорошо было. Вот видите, сейчас растет, начинает как-то чистить. Рязанцы говорят о том, что ситуацию в этом месте может спасти регулярная уборка, поскольку всегда найдутся люди, которые будут загрязнять городские водоемы. В то же время скоро у уток, в честь которых назван пруд, начнется период размножения. И вместо того, чтобы наблюдать помойку на воде, горожане могли бы увидеть красоту дикой природы. К сожалению, в микрорайоне Дашково-Песочнее не решен и другой вопрос. Еще 7 лет назад горожанам обещали появление здесь дендропарка с разнообразными видами растений, однако цель так и не была выполнена. Сейчас рязанцы могли бы прогуливаться под яблонями, грушами, абрикосовыми деревьями и алычой и с удовольствием кормить диких уток. А пока они с сожалением смотрят на тех пернатых, которые выживают в рязанских реалиях. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».